Здравствуйте, уважаемые участники и вольнослушатели проекта Открытый университет. Сегодня мы завершаем наш разговор о едином государственном экзамене по истории. И мы поговорим о самых сложных последних четырех заданиях второй части ЕГЭ. Это задания 18, 19, 20 и 21. Они действительно очень сложные и об этом наглядно говорят результаты выполнения этих заданий на ЕГЭ 2023 года. Посмотрите, ни одно из этих заданий не выполнено на уровне хотя бы 40% тех, кто писал ЕГЭ по истории в Пермском крае. Хуже всего ваши предшественники справились с заданием 21, ну и в общем-то общероссийская статистика доказывает, что Пермский край не является каким-то исключением. Да, действительно, 21 задание, задание на умение формулировать исторические аргументы является самым сложным, в том числе потому, что в него включены элементы по всеобщей истории. Вторым по сложности и по низкому результату выполнения является задание, которое в прошлом году было новым, а в этом году оно уже новым не является. Это задание 20 на умение сравнивать исторические события, явления или процессы. Ну а третьим по уровню сложности является 18 задание, задание на формулирование причинно-следственных связей. Ну а теперь давайте будем более подробно говорить об этих заданиях. Пойдем по порядку и обратимся к 18 заданию. Здесь в этой таблице мы видим с вами, что это умение, что это задание проверяет умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа для того, чтобы изучать какие-то исторические процессы и явления. На этом слайде мы можем увидеть, как изменилось задание 18, потому что это единственное задание в ЕГЭ 24 года, которое претерпело изменения. Посмотрите, как это задание выглядело еще в прошлом году. Кстати, если мы сейчас посмотрим внимательно, мы увидим, что спрашивается на самом деле про одно и то же историческое явление, про один и тот же исторический процесс, про восстание в царстве польском, которое произошло в период правления Николая I, Николая Павловича. Оно было подавлено, ну и соответственно последствия этого восстания, последствия подавления, в том числе этого восстания, как раз надо было представить выпускникам. Но в 2023 году никакой конкретики в том, куда двигаться, какого рода последствия называть в этом задании не было, не содержалось. Мы видим, что надо было просто три любых последствия написать. Но ведь гипотетически такой формат 18 задания, когда надо написать либо три причины какого-то события, либо три последствия, мог привести к тому, что при хорошем раскладе могло быть три каких-нибудь последствия в культуре. Например, если последствием Куликовской битвы стало написание трех литературных произведений, то можно было заработать все три балла, написав, что в результате победы русских войск на Куликовом поле было написано сказание о Мамаевом побоище. Это действительно так. Вторым последствием написать написание задонщины. А третьим написать еще и житие Сергия Радонежского, в котором события Куликовской битвы тоже, или точнее тех процессов, которые предшествовали Куликовской битве, тоже описывается. Там история, хорошо вам известная, про Дмитрия Донского, который пришел к Сергею Радонежскому, попросил у него благословения на эту победу. Посмотрите, такая формулировка задания, по мнению составителей контрольно-измерительных материалов, приводила к тому, что можно было написать все три последствия про одну и ту же сферу, например, про культуру, или про экономику, или про политику, или про социальную сферу. Ну и, соответственно, именно это привело к тому, что с 2024 года задание 18 изменено не содержательно, а вот с точки зрения того, как, куда двигаться выпускнику, который это 18 задание получает. То есть целью этого изменения формата было именно стремление сделать, во-первых, более точные направления поиска. То есть давайте, опять же, обратим это себе на пользу. Сейчас нам как бы подсказывают авторы, разработчики контрольно-измерительных материалов, куда нам двигаться, где нам искать причины или последствия. А с другой стороны, это дает возможность заставить выпускника, вынудить его искать последствия или причины в разных сферах. Не обязательно. Это могут быть все три из разных сфер. Теоретически может быть так, что, скажем, надо будет причину экономическую и последствия экономическое. Я сейчас так вот теоретизирую. Гипотетически это предполагаю. То есть, конечно, они могут быть два пункта из одной сферы, но это никогда не будет просто два последствия из экономической сферы. Это будут, например, причина какого-то события из экономики и последствия тоже из экономики. Ну или здесь мы видим с вами, предположим, буква А и Б касаются политики, но это тоже разные вещи. Потому что в первом случае это политические события в других странах, и это то, как они повлияли на начало восстания в царстве польского. Во втором мы видим политическую какую-то историю, но уже про последствия восстания и конкретно для Польши, то есть для царства польского. Итак, сегодня в этом задании представлены буквы А, Б и В, и, соответственно, здесь будут даны уже очень конкретные направления, куда двигаться и о чем писать. Ну и обратите внимание, что обязательно надо соблюдать порядок заполнения пунктов ответа, так написано в самом задании. Итак, резюмируя то, что мы сказали, давайте повторим, что задание 18, кстати, да, это задание высокого уровня сложности, всего три задания на ЕГЭ по истории являются заданиями высокого уровня сложности. Все они ждут нас сегодня, в нашем сегодняшнем разговоре 18, 20 и 21. Итак, это задание, которое проверяет ваше умение устанавливать причинно-следственные связи, описывать их и объяснять. Задание требует указания трех элементов, мы видели это в буквах А, Б и В, ну и, соответственно, каждый из этих элементов даст вам потенциально при правильном ответе 1 балл, всего 3 балла. При этом баллы за эти три элемента оценивания не зависят друг от друга, это означает, что если вы не знаете ответ на, скажем, вопрос под буквой А, обязательно ответьте на то, что спрашивается у вас в букве Б или В, попробуйте это сделать, не теряйте самообладание, что называется, обязательно постарайтесь заработать хотя бы один или хотя бы два балла. Здесь эти баллы друг от друга не зависят. Ну и мы увидели с вами очевидное изменение формата задания 18 в 2024 году, теперь указываются направления для установления причинно-следственных связей, причем вы увидели, что эти направления сформулированы даже уже, чем, скажем, просто сфера, то есть с большой долей вероятности не будет написано просто укажите экономическую причину, а будет написано причину, связанную дальше, например, с экономическим развитием, не знаю, там, русских земель, да, хотя бы в такой формулировке будет экономика названа. Ну и это дает возможность такого многоаспектного анализа исторической ситуации. Я уже сказала о том, что мы можем попытаться обратить это изменение себе на пользу и воспринимать эти направления для установления причинно-следственных связей как подсказку. С другой стороны, ложка дегтя, да, нам ведь может быть и сложнее это задание выполнить сейчас, ведь если раньше, когда нам не давали какие-то конкретные направления, ты действительно мог пытаться найти последствия или причины во всех сферах, теперь в большинстве случаев ответ есть очень конкретный, часто он может быть только одним ответом, несмотря на то, что в ключе будет написано, могут быть приведены другие причины, другие последствия. Бывает так, что там вот только одна такая причина или только одно такое последствие, соответственно, если ты этим фактом не владеешь, если ты этот факт не знаешь, ты, к сожалению, уже не сможешь написать здесь что-то нужное под нужной буквой. Как же выглядит ключ, как выглядит ключ к тому заданию, которое мы с вами видели про царство польское и про эти самые последствия? В принципе, он очень схожи выглядел и в прошлые годы, но в прошлые годы, когда это задание не касалось конкретных направлений причин и последствий, в действительности в гораздо большей степени работал вот этот пункт про могут быть указаны другие причины или другие последствия. Причины или последствия. Итак, как вы видите, так же, как в самом задании сформулированы буквы А, В и В, мы видим с вами А, В и В здесь. И, собственно, обращу ваше внимание на то, как по-разному сформулированы эти пункты. Но, скажем, пункт Б, здесь написано всего три слова упразднения польского сейма. Это, напомню вам, политические последствия восстания для царства польского. Из-за того, что поляки подняли восстание, оно потом было русскими войсками подавлено, была отменена конституция и был ликвидирован польский сейм, дарованный Александром I царству польскому в 1815 году. Мы видим здесь такой очень краткий пункт, который никак не раскрыт. Примерно такой же краткий пункт мы видим под буквой В, закрытие Варшавского и Виленского университетов. Но вот в пункте А посмотрите, как подробно, как развернуто написан ключ. И здесь, на самом деле, содержится для вас очень такая важная подсказка. Как вы думаете, подумайте об этом, какой из вариантов более эффективен, писать кратко или писать полно? Что лучше, написать более полно, чем написано в ключе в букве В или В, или написать менее полно, чем то, как написано в пункте А? Ну, конечно же, вариант, когда вы пишете не так развернуто, как в ключе, рискованный вариант, потому что с большой долей вероятности эксперт как раз и посчитает, что вы недостаточно раскрыли, недостаточно объяснили эту причинно-следственную связь. В вариантах В и В, если эксперты на проверке получат от Федерального института педагогических измерений, ключ вот такой краткий, это означает для вас, что если вы напишите так же кратко, вам будет зачтено. Если вы напишите более развернуто, более подробно, ну и не совершите там никаких фактических ошибок, то, конечно, вам тоже будет зачтено. Но вот ситуация с буквой А, если вы напишите просто французская июльская революция, этого будет недостаточно. Или даже если вы напишите стремление Николая Первого подавить революцию во Франции, с большой долей вероятности этого тоже будет недостаточно. То есть здесь эксперты будут вынуждены руководствоваться вот тем достаточно развернутым, как вы видите, ну фактически аргументом ведь по большому счету, который представлен в ключе. На самом деле это означает, что безопаснее для того, чтобы уж точно попасть в ключ, для того, чтобы уж точно удостовериться в том, что ты раскрыл все причины следственной связи, писать так подробно, как написано в пункте А, не писать так кратко, как написано в пункте Б. Поэтому такой своеобразный совет от меня, вообще примите как данность, что в 18, 20 и 21 заданиях краткость не сестра таланта. Пишите здесь максимально развернуто и максимально подробно, потому что, наверное, одна из самых главных ошибок, которая делается на ЕГЭ в задании 18, это вот краткость формулировок, потому что вам кажется, что вы очень емко и точно все сформулировали, а экспертам так совсем не кажется. Экспертам кажется, что вы только намекнули на причинно-следственную связь, а на самом деле ее не раскрыли. Еще один такой важный вопрос, который есть, про 18 задание обычно у выпускников, у тех, кто готовит с КИК по истории, можно ли в этом задании писать запас. Давайте посмотрим, что здесь написана очень такая важная фраза. Каждый элемент ответа может быть засчитан только при условии отсутствия неверных позиций в этом элементе наряду с верной. Нам такая фраза уже знакома, она знакома нам по 13 заданию, она знакома нам по 14, не по 14, по 15, по 16 и по первой части, по первым двум частям 17 задания. Таким образом, мы можем с вами сделать вывод о том, что запас в этом задании писать теоретически, конечно, можно, но нет никакого смысла. Ведь если вы пишете запас, значит, вы не очень уверены в том, что один ваш пункт, один ваш ответ точно будет зачтен. А если вы в этом не уверены, то, значит, написав что-то второе, в чем вы тоже не очень уверены, вы, скорее всего, сделаете ошибку. И, значит, ни один из этих ответов не будет зачтен. Просто выберите тот вариант, в котором вы уверены в большей степени. Напишите именно его. Не пишите здесь, пожалуйста, запас. Приятная, да, такая новость, которая есть применительно к 18 заданию, заключается в том, что для ЕГЭ по истории слова и, собственно, сущность причины и сущность предпосылки в принципе считаются чем-то синонимичным. На самом деле это, конечно, немножко разные вещи, может быть, даже существенно разные вещи. Но обратите внимание, предпосылки, а также повод к событию засчитывается на ЕГЭ по истории в качестве причины. Почему? Потому что причинно-следственная связь – это то, что понимается следующим образом на ЕГЭ по истории. Итак, причинно-следственная связь – это ситуация, при которой событие А приводит к событию Б. И вот тогда мы понимаем, что может быть здесь какая-то долговременная причина. Ну, например, под буквой А может быть, не знаю, давайте скажем, отсутствие у России в 17 веке выхода к незамерезающим морям, что мешало России успешно, активно торговать с европейскими странами. И очевидно, что отсутствие у России выхода к морям привело Россию к вступлению в Северную войну, в рамках которой она, собственно, хотела и успешно решила эту проблему, получив выход к незамерезающему Балтийскому морю. То есть мы здесь видим вот эту вот причинно-следственную связь между А и Б, а не только конкретное событие, это может быть явление, процесс, данная ситуация, это какое-то длительное такое явление, связанное с тем, что у России не было выхода к незамерезающим морям. Но с другой стороны, связь между А и Б может быть про конкретное событие, которое спровоцирует вступление страны в ту или иную войну или спровоцирует ту или иную реформу. То есть более кратковременная может быть причинно-следственная связь. Но скажем, первая русская революция, она с одной стороны вызвана глобальными такими проблемами России, накопившимися к началу 20 века. Это и нерешенный земельный вопрос, это нерешенный политический вопрос, то есть сохранение абсолютизма и многое-многое другое. Но есть и более конкретная, более короткая причинно-следственная связь. То есть это неудачные действия России в русско-японской войне. А можно еще конкретнее. Это информация о сдаче Порта Артура. Когда она дошла в начале января 1905 года до столицы, до Санкт-Петербурга, это спровоцировало в том числе рабочих на их действия. То есть смотрите, получается можно какие-то долговременные причины, можно кратковременные предпосылки, а можно просто повод взять, очень конкретный. Расстрел демонстрации безоружной 9 января 1905 года в этом смысле стал таким фактором для разворачивания революционных событий по всей России. Значит здесь совершенно спокойно можно вот так вот играть с долговременной, кратковременными причинами и даже с конкретным поводом. Но вот в другую сторону, к сожалению, такая история не сработает, потому что итоги или по-другому результаты и последствия на ЕГЭ мы не смешиваем. И это тоже такой очень важный момент, на котором надо заострить свое внимание и который нужно осознать. Потому что здесь существует пространство для ошибок в 18 задании, при выполнении 18 задания. Дело в том, что очень часто выпускники делают следующую ошибку, особенно про войны. Они включают результаты войн в их последствия. И мы, кстати, даже так, может быть, часто в обыденной речи формулируем, что последствием той же самой Северной войны стало получение России выхода к Балтике. Но нет, на ЕГЭ по истории такое обоснование, к сожалению, защитено не будет, потому что это не последствия, это результат. Дело в том, что мирный договор и его условия мы включаем в процесс войны. То есть финальная точка любой войны это мир. И по этому миру страна теряет или получает какие-то территории. А вот то, что получив территории, страна потом начинает эти земли осваивать, включать в собственную национальную экономику или, например, повышает международный авторитет благодаря получению выхода к Балтике, то есть земель на берегу Балтийского моря, вот это уже есть последствия. Здесь будьте внимательны, обращайте внимание, что итог и последствия это разные вещи. Ну и, наконец, еще одна такая очень важная вещь, на которую тоже важно обратить внимание, когда мы говорим о 18 задании, да на самом деле о всех сегодняшних заданиях, все эти задания предполагают, что вы пишите про факты исторические. Здесь не нужны общие оценочные суждения, что война была тяжелая, она вызвала там, не знаю, истощение ресурсов. Докажите тогда это истощение, пожалуйста, хотя бы какими-нибудь показателями, да, поскольку показатели вряд ли вы в голове своей будете иметь на ЕГЭ по истории, количественные прямо, да, показатели там, не знаю, по падению объемов промышленности, тогда не пишите про это, если доказать вы это конкретными фактами не можете, пишите про конкретные исторические факты, не пишите здесь оценочные суждения. Это очень сложно, иногда хочется порассуждать вот о влиянии какого-нибудь процесса в целом на страну. Нет, к сожалению, на ЕГЭ по истории такие общие фразы не будут оценены экспертами, как правильные ответы. Какие же типичные ошибки делают выпускники, выполняя 18-е задание? Их достаточно много, этих типичных ошибок, давайте на них посмотрим. Первая, да, такая типичная ошибка, когда в качестве последствия указывается какое-то событие, которое является частью событий. Это то, о чем я сейчас только что говорила, когда последствием Северной войны называется нештатский мир. Мы только что с вами выяснили, что мирный договор это часть Северной войны, это ее финальная точка. Другими словами, вот это просто так, с одной стороны легко, а с другой стороны сложно осознать. Последствия наступает в тот момент, когда события, явления или процесс уже прямо совсем закончились. Если вас просят написать последствия, не знаю, там, феодальной войны в московском княжестве, то вам надо сначала мысленно закончить эту феодальную войну в 1453 году, а потом искать последствия, то есть как феодальная война, другими словами, повлияла на вторую половину 15 века. С другой стороны, может быть, чуть более, да, приятный такой момент, ведь феодальная война, раз уж я о ней говорю, или любая длительная война, как Северная, они же в какой-то момент начавшись, тоже уже, да, само начало этой войны уже имеет определенные последствия. Поэтому будьте еще внимательны в 18-м задании. Смотрите, а что вас спрашивают? Вас спрашивают последствия начала, скажем, опричнины, или вас спрашивают последствия опричнины, потому что последствия введения Иваном IV опричнины, это значит, вы можете ту политику, которую он проводил в период опричнины, характеризовать. То есть из-за того, что он ввел опричнину в 1865 году, например, страна оказалась разделена на две части, или из-за того, что он ввел опричнину, появилось опричное войско. А вот последствия самой опричнины мы тогда смотрим уже там в 70-х и 80-х годах, это, скажем, хозяйственный кризис, это поражение России в Ливонской войне, это усиление закрепощения и принятие указа в заповедных летах. То есть от формулировки 18-го задания зависит, где то событие, которое здесь обозначено как причина, где оно закончится. Замена местами причины и последствия. Ну, это просто ошибка, когда ты путаешь причинно-следственные связи, да, ты должен писать про последствия, а ты пишешь про причины. И даже если вам сейчас кажется, что ну уж я-то точно так не сделаю, поверьте, достаточно часто ребята просто путают эти причинно-следственные связи местами. Переведение последствий, которые имеют косвенную связь с указанной причиной, в то время как очевидно гораздо более значимая причина-следственные связи. То есть когда ты находишь какую-то вот маленькую-маленькую, тоненькую-тоненькую ниточку, которая вроде бы косвенно, как будто бы действительно привела к этому событию, при этом не замечаешь такого гигантского слона или трех слонов, которые рядом стоят, да. То есть когда от тебя хотят что-то вот такое очевидное, написанное в любом учебнике, не знаю, в первой же статье в интернете про последствия этого события, а ты вдруг нашел что-то, что имеет очень косвенное, очень опосредованное влияние, да, или наоборот, на что это событие оказало очень косвенное влияние. С большой долей вероятности, когда очевидно другая такая вот, да, слоноподобная причина, а ты нашел какую-то мушку, с большой долей вероятности тебя не зачтут эту мушку. Указание в качестве последствий или причины какого-либо оценочного суждения, что делает спорной приведенную причину-свестную связь. Ну, об этом я тоже уже говорила. Вообще старайтесь без оценок, да, здесь обходиться. Старайтесь писать вот буквально, да, в таком виде, что одно событие приводит к другому конкретному событию, конкретному явлению или конкретному процессу. Фактические ошибки. Вот это тоже, да, такая важная, наверное, история для всех наших заданий второй части. Вы можете написать все очень красиво, вы можете написать все абсолютно правильно, но при этом допустить очень-очень маленькую, но досадную фактическую ошибку. Ну, например, в этом задании нигде вас не просят писать даты, но вы решили написать дату какую-нибудь, не знаю, там, закрытие университета, и в этой, если уж говорить, да, про последствия восстания в царстве поиском, и в этой дате вы сделали ошибку на год ошиблись. Вроде бы это не определяет, правда, ведь сущность вашего, вашей причинно-соединственной связи, вашего пункта, но, к сожалению, это обнулит ваш элемент оценивания, да, и эксперт в этом задании не сможет ничего с этим сделать, любая фактическая ошибка обнуляет элемент оценивания, поэтому будьте предельно внимательны с тем, чтобы не писать то, в чем вы не уверены. Я бы даже сказала еще круче, не пишите то, в чем даже вы уверены, если это что-то, например, даты или инициалы каких-нибудь государственных деятелей, или аббревиатуры каких-нибудь, там, не знаю, названий каких-нибудь государственных органов, да, вот что-нибудь такое, в чем можно ошибиться. Вообще даты поставьте себе под запрет во второй части, если вас не просят эти даты написать в 17-м и в 13-м заданиях. Зачем их писать? По большому счету вы пишете для того, чтобы эксперту показать, видите, дорогие эксперты, какой я умный, я знаю даты этих событий. Вас здесь их не просили писать, обойдитесь без них. И даже если вы сейчас думаете, так я точно знаю все эти даты, я точно не ошибусь, поверьте, часто бывают ситуации, когда ребята пишут неправильную дату, при этом абсолютно убеждены, что они на самом деле пишут другую дату. То есть, на экзамене, в стрессе, ты думаешь, что ты пишешь одно, а пишешь другое. Поэтому давайте их просто не будем писать. Указание верного последствия, верные причины, однако причинно-свестная связь не раскрыта. Вот это тоже одна из самых распространенных ошибок. Почему она происходит? А потому что выпускник написал очень кратко, и ему кажется, ну дальше же все само собой понятно. Нет, эксперту ничего не понятно, само собой. Эксперт не будет использовать свои собственные исторические знания для того, чтобы сказать, да-да-да, точно, ты прав, так действительно было, это действительно привело. Вам нужно все это разжевать, вам нужно все это описать. Не ленимся, не боремся, принимаем в качестве данности, что в 18-м задании мы пишем максимально развернуто.